Приветствую, уважаемые участники мероприятия. Меня зовут Артём Светлов. И сейчас я хочу рассказать о том, что я делал месяц назад на Кокатоне, который проводился здесь же, в одной СМИ. Я делал сервис, который должен публиковать в интернете карты общественного транспорта, генерированные по данным OpenStream. Значит, у меня уже где-то год назад был написан такой сервис, который делает перепроцессинг данных в OpenStream. Сейчас я снимаю картинку. Значит, у меня есть скрипт на питоне. Ему на вход подается база данных, в которой загружены данные по СМИ. Она делает в ней две таблицы. Таблица с подписями маршрута транспорта и таблица с точками конечных. И потом эти данные можно отребрить в какой-нибудь сервис, например, RPUGIS или NETGIS в RPUG. Или тайм-милу, или маршруту. Ну, это все равно нужно лидрить самому. Естественно, никто этим не занимается. Потому как нужно делать сервис, чтобы эти данные были в интернете. Значит, я на Кокатоне два дня их делал. Два дня я ставил разные программы на ноутбук. И в конце, за час, я сделал примерно вот такую штуку. Она у меня сейчас на ноутбуке. Я покажу конечный результат. Значит, я занял себе вот такое название OpenROADSnap. Сейчас вот у меня уже делаются вот такие картинки. То есть у меня запрашиваются данные через Overpass. И вот, например, карта на Кокатоне. Пасса стоим на сегодняшний день. Так, я просто хочу посмотреть, как она выйдет на таком большом экране. Да, на большом экране она выйдет хорошо. Ну, тут, Женя, у меня проблемы с масштабами. Значит, как это делается? Тут применяла новая технология. Карта рендрится в нашей новой программе DevGIS Lab. А в качестве рендера вступает cookies. Вот это совсем недавно. И все эти программы объединили. Вот. И теперь возможен автоматически такой более красивый рендр. То есть тут гораздо лучше расставляются подписи, чем это делал Maxi. Вот. Также, поскольку данные грузятся в MSGIS Lab, они у меня грузятся на локальную машину. Но потом, когда я это делаю, то MSGIS Lab будет виден и из сети. И сейчас я покажу демонстрацию, как это будет выглядеть, когда все заработает. Это я 10 минут назад сделал демонстрацию на другом сервере. Он еще не до конца настроен, потому что нельзя включить мой ноутбук к проектору. Забавка не троллейбуса? Нет, это потому что бэлбокс по умолчанию еще не настраивается. Вот вроде бы уже в систему TOC сегодня добавили глуповского умолчания, но я это еще не проверял. Значит, вот такая же штука будет доступна, конечно, и через В. И одновременно эти же данные можно будет смотреть в мобильном приложении на MSGIS Mobile, в котором мы объявляем завтра на мероприятии Today в Нижайке. А, да, в четверг. Да, но тут стоит сказать, что вот тут на экране вы можете видеть некоторые глюки. Тут пока не отображаются русские буквы, потому что сейчас в мой 80-е годы. Это ретро-вейв. Чаще всего уже будет цитус, но лживый экземпляр. И все выглядят в 80-е. Мы тут тоже проблемы с тренировками. Ну, на мою, у меня вообще не такого нет. Ну, в общем, вот, что хотелось бы сказать. Прошу всех вводить маршруты городского транспортного обминства Эк-Мэп, потому что я сейчас торможусь разработкой Эк-Мэпс, потому что я сейчас сам ввожу эти все новые московские автобусы. Да, и данные, я надеюсь, будут доступны сразу в трех видах. В виде картины для печати на плитере. В виде Web-сервиса. Ну, Web-сервис, я думаю, мало толку. Больше толку будет от мобильного, точнее, от слоя, который можно будет подружать мобильное приложение и решировать фарм, чтобы можно было смотреть его в бою. Ну, собственно, и на этом еще спасибо за внимание. Есть пара вопросов. Ну, да, давайте кто-нибудь. Будет видно сразу все маршруты всех транспортов, или их можно будет транжировать по видам транспорта? Или можно ли, например, будет выбор троллейбус номер 70 и покажет конкретно этот маршрут? Нет, у меня будет отдельная система по отдельным городам. У меня сразу всего мира не будет. Я так все организован, что там только отдельная система, которую я сам буду в базу заносить. Все будут записывать охваты этих систем. Ритм, потом они будут запрашиваться, например, на Московский транспортов, колоннский трамвай. Вы такие сразу все транспорты? Ну, да, сразу все маршруты одного города. Вот так будет. Ужасно. У меня вопрос по обзору для карты троллейбуса. Вот. То есть, понятно, что реализовать проспекты сложно, и поэтому у тебя все время здесь будут стрелочки там, где движение двустороннее, в принципе. Просто на муравейне нарисованы разные виды. Но в целом, вот, думал ли ты, как обещай читаемость, обзор для карты троллейбуса? Ну, я думал, там надо будет писать длинные, инократарные запросы, такой в гейсе. Но сначала я сделаю сервис, который будет это сделать, а потом буду заниматься генерализацией. Я планирую... Сегодня я хотел сделать, что у меня генерировался многостраничный PDF, кстати, большого масштаба, что можно было распечатать. Для начала так. А генерализацией заниматься уже потом. Нет? Придем, а чем отличается вот этот сервис, ну, допустим, от Thunder Forest, по-моему, там есть у него транспортный слой тоже? У меня рисуются стрелочки и точки конечных, а больше никого этого до сих пор нет почему-то. А ты как? Ты сам выводишь идею? Потому что... Стрелочки я генерирую сам. У меня есть длинный скрипт на Python, который рекурсивно обрабатывается в базе и генерирует там стрелочки. Чтобы на ней... Всегда сеть сходится, да? Что? Сеть всегда сходится? Ну, то есть направлением в сети? А... Нет, у меня алгоритм... Актиза нету никаких? Нет, у меня алгоритм работает так... То есть берется вэй, для каждого маршрута проверяется, в какую сторону он идет, либо в обе, либо в одну. И затем проверяются те первые точки, и те последние точки. То есть либо вы едете с запада на восток, либо с востока на запад. То стрелочка переворачивается в другую сторону. Там все довольно просто. Артем, вот на этой картинке, почему 24 в разные стороны в паре мест, хотя там явно одна линия? Я не знаю. Может быть троллейбусный маршрут сломан. Скорее всего, правильно. Можно будет залезть жестко и проверить. Сколько маршрутов ты нарисовал? Я этого пока не считал, но в этом свете я как раз буду это считать, потому что я не умею настраивать DNS сервера, поэтому я вначале сделаю, что меня скрипт будет на моей машине спускаться по крону, выкачивать все эти системы и считать статистику. Я повторяю, что с вашим запасом добавились новые маршруты, измениться ли длина, и если длина изменились, тогда он будет постить их в социальные сети. Вот тогда я все и посчитаю. Да, теперь активно. А что с остановками? Остановки я как-то не делаю, потому что с остановками все пытаются делать с остановками, но мне важно было хотя бы просто на уровне линии, чтобы можно было смотреть на карту и установить какое-нибудь место и понять, куда можно уехать с этой точки или, например, с соседней улицы. На уровне остановки я пока ничего не делал, потому что восемь с остановками смотрю их пока заносит мало. Я хочу, чтобы сначала занести маршрут, все автобусные маршруты, а потом уже к ним установки. Прежде всего, чтобы сначала завести все автобусные маршруты, а потом уже к ним установки клеились. Ну, с самого этого все автобусные маршруты. Ну, Курянам это удалось. Тём, а кугисовский рендерил что-то дает при оформлении такой сложной сети? Да, он гораздо лучше. Я сделаю картинку сравнения, я подключал рендер матч сервера и рендер кугис. На матч сервере просто невозможно смотреть. Там хуже обстановка пугисей. А мэтник, например, нужен? Мэтник хороший, но ему надо на него сажение ставить. Потому что НСДС я знаю как ставить, а матник сажение. И кроме того, к матнику сажение записать стиле, а НСДС можно загружить, загрузить стиль, прямо и слудиться.